На сегодня интенсивно ведутся работы по возврату неосвоенных земель в собственность государства. Ужесточена и дисциплина, связанная с освоением земельных угодий. Если в течение года земля, находящаяся в собственности крестьян, не освоена, выдается предупреждение. При этом с начала года в области возвращено в государственную собственность 70 тысяч гектаров. Так, руководитель областного управления земельных отношений отметил, в каком районе было больше всего возвращено земель. По области распоряжением главы региона создана рабочая группа по решению вопросов земельных споров, возникших на территории Курадайского, Меркенского и Турару-Скуловского районов. Также в ходе брифинга было отмечено, что работы по продаже аренде земельных участков будут осуществляться в электронном виде. Данную систему уже внедрили в Таразе, а теперь в районах планируется внедрять поочередно. У этого изменения много преимуществ. Одно из них – профилактика коррупции. В прошлом году 19 недропользователям был предоставлен земельный участок площадью 3030,1 гектара. В частности, то Казфосфат оформила земельные участки на добычу фосфора, то Шокпар-Гагаринская на добычу твёрдых полезных ископаемых, то Кнауф-Гипс-Тараз на добычу гипса, то Голден-Компас-Джамбун и на добычу золота и другие. С начала года Бахтиарко Босынов отметил, что находит положительное решение проблемы, возникшей в отношении земельного спора. Так, на территории Курдайского, Меркенского, Тарарускулского районов неоднократно подавали жалобы на то, что крестьяне не могут получить свою долю земли. Своё недовольство они выразили в социальных сетях. Сегодня по распоряжению Акимобласти создана рабочая группа и проблемы, говорят, решены. Альтин Шонгарайвага, Бахутулы, Айханахпарат.